Древние греки А как их зовут, вы до сих пор не знаете. Позор, ребята! Нам стало стыдно, и мы решили выучить их имена наизусть. А то вдруг кто-нибудь чужой придет в наш класс и спросит про этих древних греков, а мы не знаем. Стыдно. Для начала давайте их в тетрадку перепишем, сказал Павлик. Вот листочек, я буду смотреть на них и читать имена. А ты, Семен, записывай, сказал он мне. Аристотель, Платон, Евклид, Пифагор, Сократ, Сафокл, Архиметр и Диоген. Продиктовал он мне. Ух, как их много, вздохнул Вадик. Всех не запомнишь. Ничего, сказал я ребятам. Я один способ знаю, как имена сложные запомнить легко. Как? Тут же корм спросили меня ребята. Нужно зарифмовать их. Ответил я. Ну, например, вот. Платон скушал утром весь картон. Или Архимед проглотил слона в обед. Здорово, кивнул Вадик. Пошли ко мне домой. Будем рифмы придумывать. Мы сейчас этих древних греков два счета выучим. Мы прибежали домой к Вадику. Бросили портфели на кровать и уселись на диван. Хорошо, что у Вадика родители в это время никогда дома не бывает. Можно спокойно заниматься своими делами. Давай, Семен, сказал Павлик. Ты у нас в классе главный поэт. Придумывай рифмы, а мы будем записывать. Пифагор хранитель гор. Тут же придумал я. Как их еще гор? Не понял Вадик. Горы бывают разные, пояснил я. Высокие, низкие. А он их охраняет. Чего тут непонятного? Спросил я. А что их охранять-то, снова спросил Вадик. Их разве украсть можно? Ну нельзя их украсть. Нельзя. Чего пристал? Это я просто так сказал, для рифмы, пояснил я ребятам. Хорошо, давай дальше, строго скомандовал Вадик. Сократ по утрам несется в сад. Годится, кивнул Павлик. Теперь Евклид. Это совсем просто, сказал я. Евклид, у него нога болит. А Софокл, спросил Вадик. А Софокл, быстрый сокол. Ответил я. Ну, осталось еще одного грека зарифмовать. И готово, обрадовался Вадик. Диогена. Диоген, наш супермен. Вдруг выкрикнул Павлик. Здорово, сказал я. Теперь нужно все это вместе выучить. И дело в шляпе. Мы сели за письменный стол, и через два часа все было готово. Вот что у нас получилось. Древний греческий Сократ по утрам несется в сад. Потому что там в саду есть лимон и кокоду. И его дружок Софокл прилетает словно сокол. Среди яблонь супермен в бочке скачет диоген. Между груш хранитель гор, математик Пифагор. Не спешит к друзьям Платон, скушал утром он картон. Не прибудет Архимед, проглотил слона в обед. И не мог прийти Евглит, у него нога болит. Вот такие у нас с ребятами стихи получились. Я, Павлик и Вадик выучили их наизусть. И с тех пор, как только взрослые нас спрашивают, кого из древнегреческих ученых мы знаем, тут же вспоминаем эти стихи. И называем по именам всех самых знаменитых древнегреческих ученых. Взрослые очень удивляются и хвалят нас. Вот какой хитрый способ я придумал. Продолжение следует...